Мне пришел вопрос. Антонио, можно ли носить коричневый челси с синей тройкой? С уважением, Динеш. Это отличный вопрос. На первый взгляд все очевидно, но если копнуть поглубже, ответ будет зависеть от трех факторов. Во-первых, дресс-код. В большинстве ситуаций формального дресс-кода нет. Однако, если вы собираетесь на официальное мероприятие, стоит выбрать смокинг и подходящую обувь. Я рекомендую пару хорошо начищенных черных Balmoral. Тот, кто задал вопрос, сказал, что носит синюю тройку. Значит, я думаю, речь идет не об официальном мероприятии. И дресс-кода может не быть вовсе, хотя, в принципе, он есть всегда. Иначе вы бы могли ходить голым. Видимо, Динеш хочет выглядеть стильно и интересуется, подойдут ли Челси под его костюм. И это приводит нас ко второму фактору, насколько официальный стиль у вашей одежды. В данном случае имеется в виду костюм тройка. Я предположу, что это однотонный костюм, а также, что Динеш наденет галстук и белую рубашку. Похоже на его мероприятие, все будут в костюмах. Характер мероприятия имеет значение, поскольку выбор будет зависеть от вида туфель. Челси в целом выглядят более повседневно. Это не самая парадная обувь, но может быть таковой. Итак, мы хотим выбрать нужные Челси, имеющие наиболее деловой вид. Если мы наденем повседневный костюм в клетку, вам не придется надевать галстук. Обычной рубашки будет достаточно. И когда речь зайдет о Челси, у вас будет более богатый выбор. На третьем факторе остановимся подробнее, и здесь мы обсудим разные виды Челси, их сочетаемость и то, насколько официально они выглядят. То, что вы видите сейчас, довольно формальная пара Челси темно-красного цвета. Черный, однако, будет иметь более строгий вид, но также вы можете попробовать Челси темно-коричневого цвета, который будет выглядеть менее официально, чем черный. Но с синим костюмом они смотрятся неплохо, даже если это тройка. Я также считаю, что такая комбинация будет очень кстати, особенно весной, зимой и осенью. Почему? Ботинки должны спасать от непогоды, быть функциональными и защищать голеностоп. Так что вы, возможно, не захотите носить обувь, открывающую лодыжку, если на улице снег и слякоть. Челси, на мой взгляд, выглядят наиболее стильно, но эта пара обуви, мне кажется, будет идеально сочетаться с синей тройкой. И, господа, небольшая просьба, если ваша супруга или девушка завидуют вашей коллекцией обуви, окажите мне услугу, нажмите на кнопку подписаться. Что касается этой пары, мне кажется, она слишком повседневная. Почему? Это светло-коричневая замша, и она имеет ярко выраженную и бросающуюся в глаза текстуру. Ботинки замши замечательны, особенно если они устойчивы к влаге. В целом, внешний вид очень элегантный. Возможно, если вы не собираетесь надевать галстук, если вы, например, наденете жилет и захотите выглядеть более повседневно, эта обувь вполне подойдет. Она определенно будет контрастировать с остальными элементами гардероба, и взгляды окружающих будут прикованы к вашей обуви, что плохо скажется на образе. Однако в повседневной обстановке они смотрятся хорошо. Однако не все челси изготавливаются по одной модели. Эти выглядят более повседневно, несмотря на то, что ткани цвета одинаковы. Здесь вы можете заметить цветовой контраст между тканью и швом на подошве. Эти больше, тяжелее и, вероятно, предназначены для того, чтобы носить их с джинсами. Я думаю, вы можете носить их с серой сорочкой или спортивной курткой, но только не с костюмом. Они очень тяжелые и неуклюжие, что неплохо, особенно если вы хотите обувь с рантом. Они хорошо в непогоду, особенно по сравнению с обувью, где подошва пришивается напрямую. Во втором случае, ботинки имеют более элегантный вид, однако они более восприимчивы к непогоде. Это небольшое различие становится очень важным, когда вы хотите надеть челси с костюмом. Сегодняшнее видео, господа, спонсировано компанией Вайтаман. И как многие из вас знают, она принадлежит мне. Я считаю, что мы производим лучшие в мире средства по уходу за собой с использованием натуральных и органических ингредиентов из Австралии. Мы не хотим, чтобы пора забивались всякими нехорошими веществами, и в то же время хотим помочь вам сохранять свежесть на протяжении всего дня. Наши лосьоны производятся из растений, произрастающих в отдельных регионах Австралии. И мы единственная компания, которая может этим похвастаться. С 99-го года Клэр Мэтью, основатель компании, работала в элитных спа-центрах по всему миру. И когда я пообщался с ней и увидел состав продуктов, я сказал, знаешь что, у тебя должен быть онлайн-магазин. И именно после этого я стал партнером. Парни, это шикарные продукты. Обязательно посмотрите отзывы на сайте. Эти ботинки, несмотря на то, что они черные, находятся на самой границе того, что можно носить с костюмом. Они несколько большие и немного неуклюжие. Их можно надевать, они идеально при плохой погоде. Но помните, что если вы собираетесь надеть такую обувь в дождливую и сырую погоду, их нужно натирать воском, который защитит вашу обувь от влаги. А что вы думаете о них? Вы могли бы носить эту пару с синей тройкой? Буду рад увидеть ваши ответы в комментариях. Как по мне, они вполне подойдут. Они модно выглядят, будут выделяться и определенно привлекут внимание. Но я рекомендую их только если вам будет в них комфортно, и вы не собираетесь, например, на похороны, где не стоит приковывать к себе внимание. В подходящих случаях они будут смотреться замечательно. Субтитры создавал DimaTorzok